Канада призвала РФ вернуться к договору о запрете ядерных испытаний. Канада разочарована выходом России из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает Москву изменить свое решение, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады. Канада глубоко разочарована решением РФ отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, говорится в сообщении. При этом отмечается, что договор о запрещении ядерных испытаний является важным элементом международного мира и безопасности, Канада призывает РФ изменить свое решение, а тем временем ожидает полного соблюдения России глобального правила против ядерных испытаний, говорится в сообщении. Канада также призвала все другие государства как можно скорее ратифицировать ДВЗИ, только работая вместе, мы сможем навсегда прекратить ядерные испытания, подытожили в МИД, договор о запрещении ядерных испытаний, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающих ядерным оружием – Францию, Россию и Великобританию. Однако для вступления в силу договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, 8 из которых еще не ратифицировали – Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США, ядерная угроза от Кремля. По данным опроса «Левада-центра», около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине. При этом президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина – реально, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.